Привет, друзья! С вами опять сегодня я, доктор Александр Шишонин. И сегодня мы с вами будем разбирать такую тему, как сердечная недостаточность. Ну не то, чтобы будем разбирать сердечную недостаточность во всей её ипостаси и так далее. Нет, мы этого делать не будем. Сегодня я вам дам просто простой совет. Простой совет. Что делать людям, у которых сердечная недостаточность? Ну для того, чтобы понять, есть у вас сердечная недостаточность или нет у вас сердечной недостаточности, нужно как бы, ну кое-что вам рассказать, чтобы вы поняли, для вас это совет или не для вас. Есть разные клинические рекомендации, но я считаю так, что если человек проходит 200 метров по улице обычным шагом, и после этого у него возникает одышка, ну то есть вот 200 метров вы прошли, и у вас одышка, то это значит, что у вас уже сердечная недостаточность имеется. И как бы с этим надо что-то делать. Что с этим делать? Вот с такой формой сердечной недостаточности, когда у вас 200 метров одышка или 500 метров одышка, или километры вы прошли, и у вас одышка. Это тоже говорит о том, что у вас, в общем-то, функция сердца уже слабоватая и сосудов, сердечно-сосудистой системы. И поэтому, в принципе, давайте так, начнем рекомендацию с того, что если вообще, в принципе, при каком-либо количестве ходьбы, обычный, прогулочный, ну, может быть, немножко такой, чуть-чуть повышенный от прогулочной, ну, и даже просто, давайте просто прогулочный. У вас, допустим, вы прошли там 20 минут, и у вас одышка, не дай бог, да, или вы час прошли этой ходьбой прогулочной, и у вас одышка, вам надо сесть, отдышаться, что-то, то это означает, что у вас уже проблемы большие сердечно-сосудистой системой. Еще, конечно, сердечной недостаточности, как таковой, у вас нету, ну, это когда совсем уже там сердце не тянет, и вы там не можете идти, это, как я сказал, да, 200 метров прошли, и у вас уже одышка. Но это все равно надо насторожиться. И здесь самый лучший метод борьбы, что у тех, кто километр проходит, или у тех, кто несколько километров проходит, там, за час, там, 3-4 километра прошел, у него одышка. Что у тех, кто 200 только метров проходит, у него одышка. Что у тех, кто 100 метров проходит, одышка. Но он может ходить. Да, человек может ходить. Вот здесь самый лучший метод борьбы с сердечной недостаточностью – это ходить. То есть не сдаваться, ни в коем случае не ложиться в постели, особенно если вы мало можете пройти, и вот у вас уже одышка, а именно стараться ходить, ходить, ходить. Там прошли 200 метров, сели, отдышались, пошли дальше. Еще 200 метров прошли, сели, отдышались, и вот так вот ходить, ходить, ходить. И в день набирать по несколько километров ходьбы. И тогда у вас будет восстанавливаться сердечно-сосудистая система. Как это ни странно. Но вы можете ходить. А вот бывает сердечная недостаточность, когда человек не то что ходить, вот он встает там, просто сидел и встает, и у него уже одышка. То есть это уже сильная сердечная недостаточность, когда идут отеки нижних конечностей, ноги отекают, руки отекают. То есть сердце настолько слабое, что оно не может даже и сосуды, не могут протолкнуть кровь по телу, все идут застои, отеки, бывает жидкость в легких у человека. И вот что делать такому человеку, который уже совсем плохой? Скажу откровенно, не раз ко мне пациенты, практика-то большая, у меня огромная, измеряется десятками тысяч пациентов, не раз обращались с просьбами дать какой-то совет вот для таких именно людей, их родственников, которые вот в таком состоянии находятся. То есть человек не может никуда выйти из квартиры, до туалета доходит, у него одышка. То есть это серьезная вещь. Какие ему делать упражнения? Понятно, что нужно как-то двигаться, чтобы сердцу помогать, то есть включить какие-то мышцы. Но какие? Упражнения на пресс он не может делать, у него одышка будет. Приседать он не может, он один раз присядет, и в обморок упадет человек, у него вообще сердце откажет. Ну вот что делать в этой ситуации? И я давно использую одно упражнение, которое хотел бы посоветовать делать людям вот таким тяжелым. Вы понимаете, что не тяжелым ходить, чем больше, тем лучше. Ходьба лечит сердечную недостаточность. Прекрасно. Это доказанный научно факт, как любят многие говорить. Я не очень люблю, но вот в данном случае обязательно скажу, чтобы вы поняли, что это именно доказанный научно во многих-многих-многих исследованиях факт, что ходьба лечит сердечную недостаточность. Прежде чем мы продолжим, пролистайте в описании под этим видео. Там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар. Переходите на мой сайт и узнавайте подробности. Сделайте это прямо сейчас. Будет очень полезно. Но вот тяжелым людям применять нужно подъем на носки сидя. То есть человек сидит, не знаю, нарисовать, наверное, надо. А то потом будут спрашивать. Вот, не показал там вот это вот. Вот стул, да? Вот пол. Вот сидит человек. Вот колено, бедро. Вот стопа. Вот он положил какой-то там себе брусочек под ноги. Или стопку книжек там, я не знаю, что-нибудь положил под ноги. Вот у него туловище, вот голова, да? Вот руки лежат на коленях. И поднимает стопы. Ну, то есть икроножную мышцу. Икроножную мышцу включает. Можно при этом на колени положить какой-нибудь груз. Несколько килограмм. Ну, любой там, я не знаю, пятилитровую баклажку с водой поставить на колени. Ну, это что угодно можно придумать. И вот так с утра до вечера можно сидеть и делать упражнение на голень. Дело в том, что каждая голень по объему, она превышает сердце примерно в два раза. То есть это вы включаете, считаете, еще четыре сердца. По сути дела. И качаете кровь, прокачиваете. Я вас уверяю, при регулярном выполнении, то есть это можно в течение чуть ли не целого дня делать. То есть можно несколько тысяч раз за день это упражнение делать. И вы снимете колоссальную нагрузку сердца, дадите возможность сердцу отдохнуть, восстановиться. И как ни странно, одышка у вас будет уменьшаться, сердечная недостаточность будет уходить, отеки будут уходить. И в какой-то момент такие люди, это неоднократно бывало в моей практике, когда прибегали вот с такими округленными глазами пациентами, говорили, я маме посоветовал, моей пожилой, ей там 80 лет, ее там таблетками кормили, от сердечной недостаточно, она уже, я думал, умрет, а она поделала месяц, позанималась вот этими вот голенями и пошла на улицу гулять. Вот, как ни странно, это именно так чудесно и работает. Знайте это и применяйте, и спасайте тех людей, если они находятся в вашем окружении, которые страдают уже такой терминальной стадией дисфункции сердца, сердечной недостаточностью. Будьте здоровы, с вами был доктор Шишонин, пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку подписаться под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите получать все уведомления. Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на обследование в клинику. Будьте здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова